Кровоток в артериях. Продолжаем про историю изучения этого вопроса. В предыдущем видео мы закончили на 17 веке, далее про 18. Этот век был примечателен дальнейшим развитием теоретического математического подхода к гидродинамике. Этот подход развивался из работы Ньютона, но часто теоретики рассматривали так называемую идеальную жидкость. Это такая воображаемая жидкость, в которой отсутствует, выражаясь языком Ньютона, defectus lubricatus или вязкость. Лидером в этой области был Леонард Эйлер. Почти полжизни Эйлер провел в России, в Санкт-Петербурге, и много его трудов есть на русском языке. Эйлер был автором, задумайтесь только, более чем 850 работ, причем написанных ясным и легким для чтения языком. Самый плодовитый математик. Эйлер изучал и медицину, и химик, и теорию музыки, и языки. Был успешен и в дифференциальной геометрии, и теории чисел, и оптики, баллистики, небесной механики и т.д. С точки зрения математики 18 век, это век Эйлера. Биографы отмечают, что Эйлер был виртуозным алгоритмистом, т.е. он неизменно доводил свои открытия до уровня конкретных вычислительных методов. Эйлер установил общие уравнения движения жидкости, почти такие же, какие используются сегодня. Основное уравнение гидродинамики идеальной жидкости так и называется – уравнение Эйлера. Эйлер был другом Даниила Бернулли, которого помнят по его закону, или уравнению Бернулли. В простейших случаях это следствие закона сохранения энергии для стационарного потока идеальной несжимаемой жидкости. Даниил Бернулли был членом прославленной семьи Бернулли в Швейцарии, в которую вошли как минимум три поколения известных математиков и физиков. Даниил изучал медицину и математику. И стал профессором математики в Санкт-Петербурге, где работал над фундаментальным трудом гидродинамика. Там и содержится основополагающий закон Бернулли. Ну, все-таки Бернулли вернулся из России в родной его город Базель и там стал профессором анатомии ботаники и физики. А его труды в математике включали дифференциальные уравнения, статистику. Ну, все-таки наряду с Эйлером его считают основателем математической физики. В 19 веке были достигнуты дальнейшие успехи в теории артериальной гемодинамики и в применении этой теории, но на этот раз не в России, а главным образом в Германии, Англии и Франции. И снова можно отметить, что они связаны с людьми, которые успешны в нескольких дисциплинах. Одним из наиболее известных был Жан-Луи Мари Пуазель. Некоторые говорят Пуазель. Ну, произношение на французский манер вообще Пуазель. Его исследования в области сердечно-сосудистой физиологии начались, когда он был еще студентом-медиком. Пуазель был врачом и физиком. Его главное достижение – это установление взаимосвязи между потоком, градиентом давления и размерами трубки. Пуазель в эксперименте показал, что поток связан с четвертой степенью внутреннего размера трубки. В его уравнении – это современный вид уравнения. Дельта П – это разница давления в двух точках трубки. Мю – это вязкость, заметьте, динамическая. L – длина, Q – поток и R – радиус. В общем, это и другие уравнения мы еще разберем в последующих видео подробно. Пуазель выражал отношение вязкости и π как константу. А точные выводы из теории сделали Видман, Ньюман и Хогенбах. Но они все равно пользовались термином закон Пуазель. Пуазель измерял венозное давление у животных, а также давление в артериях до двух миллиметров в диаметре. У него была такая техника. И понял, что заметное падение давления, как и утверждал ранее Хеллс, происходит в самых маленьких кровеносных сосудах. Исследования проблем кровообращения привело Пуазель к гидравлическим исследованиям. Таким же, как и Пуазель, физиком и врачом был Томас Юнг, но о нем в следующей записи. Ссылки на источники литературы внизу видео. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok